Почему Лаю сказали, радуйся, твой отец, свой сын убьет тебя? И тебе сказали, радуйся, ты рожден, чтобы совершить самое страшное преступление. Ты убьешь своего отца, женишься на матери, и твои дочери будут тебе сестрами. Почему радуйся? Есть филологическое объяснение, я о нем не буду. А смысловое объяснение в том, что это судьба. Понимаете, это судьба. Это неизбежность, это то, что надо пригнать. Вы понимаете, какая насмешка над человеком? Какая злая, чудовищная насмешка. Эту насмешку можно выразить так. Ведь что толкнуло Эдипа к судьбе? К убийству отца и к разместительству. Его толкнуло знание судьбы. Попытка авторства, попытка убежать от судьбы именно и привела к судьбе. Не зная он, не ушел бы он из отчего дома. То есть из того дома, который он считал отчим. Это можно выразить таким образом. Есть, условно разумеется, есть две книги судьбы. Одну книгу ты открываешь и узнаешь свою участь. А в конце ты открываешь книгу еще раз и узнаешь уже настоящую судьбу. Эти две книги одинаковые. Он сначала прочитал и в конце убедился. Дважды открывает книгу. То есть твой бунт против судьбы входит в твою судьбу. Оказывается, ты обречен на бунт. И бунт как раз и приведет тебя к судьбе. Если русская литература занимается рефлексией, рефлективным сознанием, его отношение к непосредственному сознанию, естественно. Если русская литература занимается рефлективным сознанием, то она делает это очень по-разному. У Пушкина и Лермонтова это просто самосознание, то есть авторство в чистом виде. У Достоевского это уже не авторство осознания вины. А у Чехова это смех. Мы смеемся. Потому что все человек. Оппозиция Гамлета, оппонент Гамлета. Клавдий не может молиться. Клавдий хочет молиться, но не может молиться, потому что он уверен, что он осужден. Клавдий уверен, что Бог к нему не поворачивается и не повернется, не простит. Зачем прощать того, кто тверд в грехе? При мне все то, зачем мне убивала моя корона, край и королева. Посмотрите, Гамлет судит Клавдия, а Клавдий судит себя. Гамлет почти что осудил Клавдия, а Клавдий окончательно осудил себя. Кстати, королева-мать полностью оказывается в положении своего нового супруга. Гамлет приходит к Гертруде и говорит вещи, которые даже как-то читаешь и глазами не веришь. Что такое можно сказать женщине, тем более матери. Он говорит о потных от страсти простынях. Говорит о чувственном грехе матери. Невероятно. Киртруда сначала возмущена, а потом она обращается к Гамлету с мольбой. С мольбой прекратить. Ты повернул, она говорит, ты повернул глаза зрачками внутрь. Краше всех осилию. Вот кто хорош, тот совсем хороший. Отец просто лучше всех. Отец предлагает ей измену. Отец предлагает ей изменить Гамлету. Предать Гамлета. Почему Аферия предает его? По закону. Слушайся отца и мать. Почитай отца своего. Это одна из главнейших заповедей. Если бы Гамлет стал мужем, то она бы прилепилась к мужу. Опять же по заповедям. И ни за что бы его не предала. Но поскольку Гамлет не знал, а кто ей. Хороший знакомый. А отец есть отец. То она слушается отца и предает Гамлета. Продолжение следует... Продолжение следует...